Всем привет, с вами Толяныч. У нас сюжет, многие люди задают вопросы, особенно молодые люди, которые обзавелись своим жильем или снимают. Все хотят, всем нужно стирать вещи. Поэтому все покупают стиральную машинку. Сейчас этим не удивишь никого. Стиральная машинка автомат, их огромное количество в продаже. Но что самое интересное, что многих волнует, это, конечно же, какая комплектация и как ее подключить. Потому что вызывать мастеров многие не хотят. Ну и мастера, вы сами знаете, в наше время пытаются отжать у вас деньги. Даже на такой ерунде, как подключение стиральной машинки. Это не сложно. Смотрите, сейчас мы вам все расскажем и покажем. В нашем случае самое сложное оказалось... Кто-то пришел, что ли? Давай заново. Да не, продолжай. Степлешься, да? Самое сложное было это поднять стиральную машинку. У нас не работал лифт, нам пришлось поднимать стиральную машинку по лестнице. Весит она более 50 кг, меньше чем 2 человека. Поднять стиральную машинку по лестнице не могут. Что дальше? Подняли стиральную машинку, распаковываем. И смотрим, что у нас. Обычно есть инструкция. Инструкция. Обычно первое, что пишет, это удалите из любой практически стиральной машинки транспортировочные болты. Болты обычно, я не знаю, их можно увидеть. Они вот в таких креплениях пластмассовых, толстых находятся. И такие большие, толстые болты. Из алюминия они сделаны, я не знаю из чего. В общем, эти болты, их вы просто выкручиваете простым ключом, который имеется у всех дома. Тем самым, расфиксируя эти барабан, и машинка готова для стирки. Осталось немного манипуляций, подключить ее. И мы сейчас посмотрим, как это сделать. Итак, о подключении стиральной машины. Что есть в комплекте? В комплекте обычно у нас имеется вот такой вот шланг, идущий из машины. Шланг для подачи холодной воды. В современные машинки подается исключительно холодная вода. Сразу вам скажу. Второй шланг, это шланг, тоже идет в комплекте, для слива жидкости. Отработанной жидкости из машинки. Он подключается прямо в канализацию. То есть, куда вы подключаете. Как подключается раковина, в тот же слив. Вы можете купить переходники в магазине. И просто сделать отдельный слив от стиральной машинки. Единственное, что я расскажу вам. Эти шланги обычно на слив идут короткие. Поэтому, если вы хотите где-то разместить машинку дальше, чем в ванне, или слив находится не близко, вам придется, конечно, пойти в магазин и купить более длинный шланг для слива воды. Ну, и возможно, если у вас подача воды тоже где-то далеко находится, придется купить подлиннее шланг для холодной воды. Они все обычно готовы сразу для использования. Имеют стандартные крепежи. Поэтому никаких проблем с ними у вас не получится. Ну, и потом подключение стиральной машинки. Оно выведено уже, все подключено. То есть, не придется, как, допустим, в кондиционерах покупать вилку какую-то подключать. Потому что у них идет просто провод. Здесь в стиральной машинке уже готовая вилка с заземлением. То есть, вам необходимо ее просто подключить в розетку и стирать. Дальше расскажу вам, как подключить и стирать. Сейчас я вам расскажу, как пользоваться стиральной машинкой. Ни у кого никаких проблем ни вы не будет, потому что это просто. Все они устроены по одному и тому же принципу. Давайте ознакомимся, что как у нас устроено. Первое. У нас имеется барабан, открывается. Когда вы положили туда белье, нужно его закрыть. Услышите такой щелчок. Это значит, двери закрыты. Второе. Отсек для моющих средств. Сюда добавляется порошок. Обычно одна ванночка для порошка для основной стирки. И небольшая ванночка для порошка, как дополнительный вид стирки, если сильно грязное белье. И средний отсек имеет тут такой фиксатор, где максимум, минимум наливать. Используется для специальных средств для умягчения ткани и других разных свойств, придающих после стирки. Потом, что у нас имеется. Имеется такое вот, так сказать, табло управления. Здесь различные лампочки. Обычно, если эта машинка сделана в России, делаются все подписи, какие программы на русском языке. И вам станет все понятно, в принципе. Потом, для включения обычно используется, если вот такое вот управление, вам просто нужно его начать крутить. И загорятся лампочки, которые будут показывать, какую программу вы выбрали. И все остальное. В некоторых имеется просто кнопка для включения. Вот как здесь у нас кнопка включения машинки. Вы выбрали программу. Чтобы запустить, нажимаете просто кнопочку play. И, соответственно, кнопка остановки. Повторное нажатие на кнопку play, это остановит стирку, то есть пауза. Далее имеются обычно дополнительные кнопки, которые могут дать еще различные функции. То есть там какая-то супер очистка, легкая глажка. То есть вы тут можете остановить, чтобы машинка не выжимала сильно белье. Или просто с водой остановила. Ну и обычно рекомендуется, конечно, покупать машинку с таким дисплеем. Здесь вы сможете отслеживать, сколько будет длиться стирка, что вы выбрали, какая программа. В общем, вы сможете отследить, что у вас происходит. Что она сейчас делает в данный момент. Ну и обычно. Вам даже не понадобится инструкция, чтобы пользоваться этой стиральной машинкой. Все программы здесь написаны. Вы просто выбираете, пробуете. И через несколько стирок вы уже поймете, какая стирка вам более подойдет. По времени, по качеству. И смотря что вы стираете. В общем, ничего сложного. Не забывайте, главное, включить стиральную машинку в розетку. Потому что так она точно стирать не будет. С вами был Толяныч. Стирать это просто. Особенно в 21 веке. Закинули белье, выбрали программу, рубили. И можете идти смотреть телевизор, отдыхать. Потом время наступит, она подаст сигнал. И стирка закончена. Повесить белье. Сейчас вам расскажу, как повесить белье в следующем видеоролике.